В Балашове простились жертвами массового убийства. В последний путь жители военного городка проводили двух погибших – мать и сына. Ольга и Илья Гавриловы стали жертвами прапорщика Александра Макарова. В минувшую пятницу в военном городке военнослужащий убил четырех человек, двое из которых несовершеннолетние. Подробности Балашовской трагедии в материале Екатерина Ковальчук. Его выводят под покровом ночи в бронежилете и каске, в плотном кольце оцепления. Прапорщика, отца двоих детей, убийцу. На то, чтобы расправиться с четырьмя людьми, Александру Макарову понадобилось всего несколько часов. Следователям же понадобится больше суток, чтобы восстановить ход зверских преступлений. В одном из гаражных массивов был обнаружен сгоревший автомобиль, при осмотре которого в багажнике автомобиля было обнаружено тело, обгоревшее тело. Впоследствии установлено, что тело принадлежит ребенку, местной жительнице города Балашова. 13-летняя Дарья стала первой жертвой военнослужащего. Трагедия начала разыгрываться в квартире номер 55 по улице Орджоникидзе. Следователи не говорят о мотивах убийства, версий несколько. Среди которых карточный долг Макарова в полтора миллиона рублей. И скорее всего, девочка нужна была мужчине как заложница. Но что-то пошло не по сценарию убийцы, и он тут же лишает ее жизни грифом от гантели. Родственники девочки вскрывают опечатанную квартиру уже поздно вечером. У убитых горем родителей нет слов. Убить ему мало, вот что мы думаем. Вслед за Дарьей прапорщик Макаров убивает соседей девочки. Сын и мать Гавриловы услышали крики о помощи. Прибежали, Макаров избавился и от них. Та же судьба постигла и еще одного свидетеля, 64-летнего таксиста Николая Наумова. Я от его жены слышал, что он уже привез внука сюда. И выдал, говорит, сейчас одного отвезу, попросил большую сумку вывезти. Вот он поехал, а потом вечером, когда вышел, она идет с сыном, говорит, кулю убили. Я говорю, за что? И как? Почему? Она говорит, ну, вывез сумкой большой, а там оказалось то, что оказалось. Просьба отвезти поздно вечером за город прапорщика с большой сумкой у таксиста не вызвала подозрений. В военном городке все друг друга знали, ходили в гости, жили одной большой семьей. Так было до этой жестокой трагедии. Почему военный, убивший трех человек, решил убить четвертого? Вопрос, на который следователям еще придется найти ответ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут следственные мероприятия, направленные на установление всех деталей трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийства двух и более лиц. Екатерина Квальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам в день убийств. Его розыск полиция начала сразу же после обнаружения трупа пожилого мужчины и обгоревшего тело девочки в гаражном кооперативе. Районным судом Балашова задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ходатство следователя Балашовским районным судом удовлетворено подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия. С учетом личности, то, что данное лицо является военнослужащим, в ближайшее время планируется передача дела в военный следственный комитет.